Друзья, приветствую вас на канале Русториес, где я продолжаю читать вам короткие увлекательные рассказы на русском языке. Меня зовут Андрей и сегодня я прочитаю вам историю от лица иностранца с его впечатлениями о жизни в Дании. Итак, поехали! Мой стиль жизни с момента переезда в Данию сильно изменился. Самое главное, я перестал работать на фрилансе, перерабатывать по ночам и в выходные. Раньше у меня была почасовая оплата, поэтому я мог взять одновременно 5 проектов и выгореть в ноль. Сейчас это запрещено контрактом с работодателем. Но я не делал бы этого, даже если бы мог. Просто потому, что в Дании дополнительные 300-500 долларов не имеют большой ценности. В целом у меня снизилась тревожность. Я похудел, стал больше гулять, выбираться в новые места, даже в ночной клуб заглянул. Каких-нибудь 5 лет назад для меня это было вообще немыслимо. А еще исполнил давнюю мечту и начал путешествовать по европейским городам. Конечно, в реальной жизни они сильно отличаются от того, что я себе успел напридумывать. Но мне все равно очень нравятся. Плюсов жизни в Дании много. Прежде всего, это безопасность. Я могу спокойно пойти гулять в час ночи и даже не думать о том, что получу по шее обрезком трубы где-нибудь в подворотне. Во-вторых, высокое качество еды, воды и воздуха. Хорошая экологическая обстановка. В-третьих, хороший месячный доход, даже с учетом цен. Здесь отличные дороги, качественные велодорожки, проводов, заборов, шлагбаумов и наружной рекламы на улицах нет вообще. Сюда можно добавить дешевые авиабилеты по всей Европе и тот факт, что все говорят по-английски. Еще меня радует, что доставка еды из кафе и супермаркетов недорогая. Спортивные секции стоят копейки. Очень развито цифровое правительство. Практически все манипуляции с документами можно провести онлайн. Для меня плюсов в Дании гораздо больше, чем минусов. Но есть две вещи, к которым я пока не смог привыкнуть. Отношение местных к ноготе. На пляжах постоянно тусуются нудисты и панорамные окна в домах. Иногда эти два фактора пересекаются. Получается смешно. Например, девушка в доме напротив очень любит переодеваться прямо перед огромным окном. Мне каждый раз немного неловко. Но я стараюсь держать себя в руках и не пялиться. А еще практически все местные супермаркеты не работают в праздничные дни. Уже раз пять, наверное, было так, что я шел в магазин, не посмотрев в календарь. Упирался носом в закрытую дверь, грустно выдыхал, разворачивался и шел домой. А вот тот факт, что магазины не работают по ночам, для меня не проблема. Я и в России не понимал, зачем идти покупать мороженую курицу и лавровый лист в три часа утра. В странах бывшего СССР сложился очень интересный образ Дании. Многие думают, что тут все богатые и счастливые. Вечно довольные. Но это совершенно не так. Своих проблем тоже хватает. Их отчетливо видно. Особенно, если пожить здесь подольше. Например, в Дании высокие налоги. Поэтому разбогатеть здесь очень сложно. Дорого иметь личную машину. Для меня два главных минуса Дании – это высокие цены и погода. Здесь даже самая простая работа хорошо оплачивается. И, как следствие, все цены довольно больно кусаются. Даже с учетом неплохой зарплаты, мне немного больно ходить в рестораны и пользоваться различными услугами. Особенно после того, как я осознал, насколько все это дешево в Чехии или Португалии. Но ничего не поделать. Так устроена местная система. Всегда в итоге лучше получать много и платить много, чем получать мало и платить мало. А еще я не люблю дождь и ветер. Здесь все равно теплее и приятнее, чем в Питере. Потому что рядом гольфстрим. Но когда идешь на работу в холодный ливень, а ветер выдувает из тебя остатки тепла, становится очень грустно. До переезда я обожал кошек и нейтрально относился к собакам. Теперь последних люблю чуть больше, потому что здесь они повсюду. У моей начальницы огромный Ньюфаундленд, которого я просто обожаю. Кошек тут ощутимо меньше, но они тоже есть. Иногда по дороге на работу встречаю толстого серого кота. И сразу внутренне улыбаюсь, потому что это означает, что день будет удачным. Сам очень хочу завести кошку, но мне нельзя по договору аренды. Еще это очень большая ответственность, к которой я пока не готов. И будет намного сложнее путешествовать. Пока закрываю подребность в общении с животными, когда навещаю друзей, у которых есть питомцы. Датчане много занимаются своими любимцами. Часто вижу вокруг рекламу вкусной еды, витаминов, каких-то тренеров и даже парикмахерских для четвероногих. Во многих кафе стоят миски с водой, а выставки собак собирают огромное количество зрителей. Есть длинный список пород, которых содержать нельзя. В основном бойцовских. Их считают слишком опасными. При выборе страны для переезда для меня была важна простота общения, потому что я немного раздражаюсь, когда меня не понимают. Датчане очень хорошо говорят по-английски, за исключением совсем уж стариков в маленьких деревнях. Поэтому, когда начинаешь учить язык и робко пытаешься на нем говорить, датчане часто переключаются с тобой на английский, чтобы никого не мучить. В этот момент нужно сказать, что тебе необходима практика, чтобы они дали такую возможность. Датский язык не очень сложный, хотя кажется, я единственный иностранец, который так считает. Произношение непростое, к нему привыкаешь не сразу. Зато грамматика довольно легкая, есть много интернациональных слов. Датский довольно просто учить. Если ты погружен в среду, постоянно слышишь его вокруг, читаешь вывески и ценники в магазинах, так что некоторые слова врезаются в память, даже если не заниматься совсем. Мне помогает, что я смотрю детские передачи и мультфильмы на датском и читаю Гарри Поттера. Датчане очень любят, когда мигранты пытаются учить язык. Даже слабые попытки сформулировать что-то встречают, как правило, улыбку и моментальное таяние льда. Для них язык важная часть национальной культуры. Если ты его учишь, то как будто сигнализируешь, что хочешь интегрироваться и быть хотя бы в чем-то похожим на них. Друзья, вот такие впечатления у нашего сегодняшнего героя. Если вы живете в Дании или просто хорошо знаете эту замечательную страну, напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с его рассказом. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!